Это первое мое видео в таком качестве, где назовем это вольное рассуждение на тему нашей квантовой реальности, вселенной голограммы и природы врага. Потому что без понимания природы врага, без понимания своей природы, мы вряд ли можем что-то делать. Чем выше уровень понимания, чем он глубже, тем больше эффективность. Поэтому что я могу сказать? Гуляя здесь, на балконе своего номера, в отеле, где я живу, я могу сказать следующее. Без понимания того, что ты делаешь, без понимания того, как, чем и для чего ты делаешь, достигнуть успеха и получить результат, какую-то эффективность невозможно. Поэтому что я предлагаю? Изучить природу врага, природу квантовой реальности. Прежде чем понять, как работает квантовый компьютер, нужно разобраться с основами квантовой механики. Ты даже не представляешь себе, насколько убогим был бы наш мир без квант-меха. Голографичности нашей вселенной. Потому что без понимания природы врага и методов, которыми она действует, это именно она. Победить невозможно. Тем более невозможно победить врага, который знает будущее. Без квантовой механики и без знания того, как использовать квантовую механику, не было бы мобильных телефонов, CD-плееров, компьютеров. Все они основаны на принципах квантовой механики. А почему она знает будущее? Потому что она понимает квантовую реальность нашей вселенной. Именно этим она пользуется. Потому что природа, квантовая природа того, что она делает, квантовых компьютеров, которые она нам впихивает сейчас. Они попытались определить свойства электрона, в том числе его поведение в различных условиях. Оказалось, что электрон очень хитрая штука. И чтобы описать его поведение, нужна особая наука, которую назвали квантовая механика. Она описывает все свойства и поведение атомов, ионов, молекул, да и вообще все, что происходит в микромире. А почему именно? Она немножко похожа, копирует природу голографичного компьютера, голограммного компьютера нашей вселенной. Не зря же первое правило квантовой механики — никому не говори о квантовой механике. Еще Фейнман шутил, что... Я с уверенностью могу сказать, что никто не понимает квантовой механики. Потому что квантовые компьютеры, они не имеют собственных вычислительных мощностей. Они берут готовые, готовые решения из некоего поля, уровня нашей вселенной. Квантовая революция произошла еще в середине прошлого века и привела к созданию ядерного оружия, ядерной энергетики и полупроводниковой электроники. Первая квантовая революция позволила нам понять, почему звезды сияют. Она позволила нам понять структуру ТНК и вступить в эпоху молекулярной биологии. Она перевернула мир проводников и привела к изобретению полупроводников и транзисторов, нанотехнологии, ядерная энергетика. Все это возникло благодаря этим оригинальным идеям. И именно на этом уровне ключ и ответы на все вопросы. Квантовая революция произошла еще в середине прошлого века и привела к созданию ядерного оружия, ядерной энергетики и полупроводниковой электроники. Первая квантовая революция позволила нам понять, почему звезды сияют. Она позволила нам понять структуру ТНК и вступить в эпоху молекулярной биологии. Она перевернула мир проводников и привела к изобретению полупроводников и транзисторов, нанотехнологии, ядерная энергетика. Все это возникло благодаря этим оригинальным идеям. Там ключ к пониманию природы телепортации, природы времени. А успешную квантовую телепортацию и изобретение квантового компьютера относят к периоду второй квантовой революции, которая происходит уже в наше время. Нашей природы. И именно из понимания этого... Частицы в квантовой механике могут одновременно делать много вещей и делать много вычислений одновременно. Что и делаем... Следует понимание природы нас и залог нашей победы. Потому что на самом деле враг для тех, кто впервые на канале поясняет. В 19 веке нас уничтожил страшный враг. Стерев ядерной бомбардировкой всю нашу цивилизацию. Потом на осколках цивилизации были засеяны люди. Мы. Дано новая история, новое общество, новая наука. Наука, которая уводит нас в сторону. Именно для этого я и завел этот канал. Объяснить людям, что происходит. Потому что мало кто понимает, что происходит. Каково сознание врага. Квантовые компьютеры вычисляют на отдельных атомах. А вместо нулей и единиц, которые называются битами, у нас есть квантовые биты или кубиты. Это иногда один, иногда ноль, иногда любое число между нулем и единицей. Почему все масоны имеют роевое сознание, то есть общее сознание врага? И почему на самом деле они тупые? Потому что весь их интеллект из квантовых компьютеров врага. Потому что современные квантовые компьютеры построены по принципу мышления врага. Позиция означает, что каждый кубит может одновременно представлять как единицу, так и ноль. Ну, как с котом Шрёдингера. А запутывание означает, что наблюдение за одной из двух частиц приводит к тому, что она ведет себя случайным образом. Но точно указывает наблюдателю, как будет действовать другая частица, если с ней будут сделаны аналогичные наблюдения. Для тех, кто не понимает, что происходит во время нашей работы с Моной, есть предыдущее видео с Академиком Мироновой. И есть это видео, где я постараюсь объяснить все-таки, как действует враг, почему она может телепортироваться. А это все происходит на этом квантном уровне. Почему она знает время, знала. И что мы можем делать со всем этим, и как на это влиять. На самом деле, квантовые компьютеры очень-очень хрупкие. И на самом деле, квантовые компьютеры, они лишь взламывают, как ломик, как отмычка, взламывают квантовый компьютер нашей Вселенной. Например, для описания точного состояния системы квантовому компьютеру не нужны огромные вычислительные мощности и объемы оперативной памяти. В нем все случается сразу. И не нужно перебирать все возможные варианты состояния системы. А это тучи всех Вселенной. Соответственно, его можно перепрограммировать. С ним можно работать. Нужно лишь знать, как и чем. И вот для этого понимания я вам подберу некоторую нарезку. Для того, чтобы вы понимали, что ничто на квантовом уровне не вычисляется. Вселенная много вариантов. И квантовый компьютер просто берет нужный вариант. Никто до конца не понимает, на какой физической элементарной базе будет построен квантовый компьютер в итоге. Очень сложно увидеть квантовое поведение в макроскопических системах, потому что они всегда взаимодействуют с невидимой средой. Известно, что... И там нет времени. А раз там нет времени, соответственно... Естественно, не нужно ничего вычислять. Нужно взять готовый вариант и, возможно, квантовой симуляцией его допрограммировать. Нужно взять один из нужных вариантов. В мире квантовой физики вещи всегда немного размыты, и ответ иногда может быть неверным. Поэтому большинство... Так и действует враг. Квантовой симуляции. Потому что для нее это одинаково реально. Для нее одинаково реально. Как мы, человек, так и робот в нашей Вселенной. Так и симуляция. Симуляция Земли. Симуляция всей Вселенной. В квантовом компьютере. Почему? Потому что она пришла из другой Вселенной. Как если бы мы попали в другую Вселенную, для нас было бы одинаково материально. На некотором уровне действительно нет разницы. Между человеком, компьютерной программой, которая работает на каком-то принципе, выполняет определенную функцию, условно. Потому что для нее все циферки. Что человек, набор циферок. Потому что она воспринимает нашу Вселенную через этот квантовый уровень. А на квантовом уровне одинаково реально Земля и компьютерная игра условно. Квантовая симуляция нашей Вселенной с определенными законами нашей Вселенной, либо с измененными законами, и реальная Вселенная, симуляция квантовой Вселенной, и условно фильм или клип. В мире классических компьютеров идет гонка процессоров, а с квантовыми компами дела обстоят совсем по-другому. Например, сейчас сверхпроводниковы Кубиты являются одним из лидеров в производстве. Однако в начале 2017 года проводилось соревнование между двумя квантовыми компьютерами, построенными на разных физических принципах. И оно не выявило какого-то радикального преимущества одной системы на другой. Потому что на некотором уровне это равновесно. Реально на квантовом уровне равновесно проекция человека в компьютере и сам человек. Попробуйте понять этот принцип. Потому что Вселенная голографична. Мы состоим из света. И то, и другое голограмма. Соответственно, поймите, почему тварь так много внимания и времени уделяет созданию неких проекций симуляций. Симуляции в Пентагоне, симуляции даже в России, симуляции в Гугле и прочее, прочее. Создаются симуляции целых стран, экономических процессов. И всего, чего можно. Потому что для нее это все циферки, для нее все это реально. И на самом деле, поскольку это все реально на одном уровне, неком, то именно на этом уровне происходит управление всеми процессами. Это некий смысловой уровень, уровень идей, смыслов. Смотрите фильм «Замысел». Там это хорошо показано. Для нее страна – это некий рой. Каждая масонская ложа – это рой. И, соответственно, там есть и глава, и смотрящие. Там четко идет идентификация, четкое деление. Мы были универсальные люди, мы могли делать все. Специализации не было. А у нее есть четкая специализация. Каждый муравей отвечает за свое. Поэтому глобального видения нет ни у кого. Поэтому я каналы создал, чтобы дать глобальное видение, свести воедино, дать цельную картинку всем людям. Потому что нужно понимать, откуда все пошло. Потому что сейчас мало кто пытается свести глобальную картинку, цельную. Кто-то занимается квантовыми компьютерами, кто-то занимается медициной, кто-то занимается экстрасенсорикой, кто-то занимается реальной историей. Воедино никто не сводит картину. Я постарался углубиться во все системы. Итак, в 19 веке нас разбомбили и дали новое общество. И нас начали кормить. Буквально. И нас скармливают твари. Поэтому все, что происходит с жертвоприношениями, это реально. Природа времени тоже имеет квантовую природу. Есть так называемый эффект Зенона. Структуру на квантовом уровне. Поэтому она реально ворует время. То, что мы рассказываем на сеансах с Моной, как она ворует время, как она работает с временем, это все имеет научное объяснение. Что если время разделить на множество отдельных частей, то мир замрет. Постараюсь немножко объяснить сейчас. Можете сами поискать. Она действительно ворует время. В каждый такой момент стрела, по сути, является неподвижной. Таким образом, не существует такого момента времени, в котором бы стрела совершала движение. Суть квантового эффекта Зенона состоит в том, что наблюдение за нестабильной частицей вызывает замедление ее распада. В предельно жесткой формулировке утверждается, что идеальное непрерывное наблюдение за нестабильной частицей вообще не даст ей распасться. Она действительно получает нашу жизненную энергию. Как правило, из детей легче взять и больше времени непрожитого она может забрать себе, сворованного. Там много причин. Вот это вот адренохром, это все фигня, это химия. Любой химический элемент можно синтезировать. Никто бы не заморачивался с такой фигнью. На самом деле, от ее имени, через нее, эти твари убивают детей и забирают. Она разрушает нашу... Она вирус. И квантовые компьютеры взламывают нашу голографичную вселенную. Но правила игры изменились. Правила игры изменились с 12-го года. Чуть позже я расскажу, откуда я все это знаю и почему у меня так крыша едет. На самом деле, я уже не уверен, что она едет. Просто есть некое знание, о котором я делюсь с вами. Мы сами оружие. Мы сами часть голограммы нашей вселенной. Все реально, но голографично. Квантовая запутанность имеет простейшее объяснение. Время можно обернуть спять, потому что квантовый эффект Зенона это лишь частная интерпретация закона времени. Все, что я делаю, я делаю с пониманием. И надеюсь, что уровень моего понимания соответствует уровню эффективности. Потому что очень сложно создать большую квантовую систему, элементы которой будут правильно взаимодействовать между собой и при этом будут хорошо защищены от окружения, которое может их разрушить. В отличие от... Именно поэтому на квантовом уровне удалось заблокировать некоторые квантовые компьютеры, квантовое сознание врага и уничтожить самого врага. Как? Смотрите канал. Проблема квантовых компьютеров. Их стабильность. Что это проблема с квантовыми компьютерами? В чем проблема с квантовыми компьютерами, так это в стабильности. Оказывается, что вмешательство любой вибрации нарушает вибрации этих пяти атомов, создавая бессмыслицу. Так что это основная проблема декогеренция. Когда атомы экогерентны, то есть связаны и колеблются синхронно друг с другом, их равновесие очень хрупкое, а от малейших внешних помех их синхронность нарушится и они декогерируют, то есть связи между ними разрушаются. Даже пролет частицы или грузовик под окном могут нарушить когерентность атомов и запороть вычисления. До того, как вы вызовете санитаров мне, посмотрите канал, составьте полную картинку, так, потом поговорим. Поэтому время обратимо, именно поэтому из-за понимания квантового мышления нашего врага она, мы можем победить. Информацию, которую ты хочешь сохранить, это и есть еще одно большое отличие от привычных тебе компьютеров, так как биты не склонны к такой забывчивости. По словам экспертов, 99% мощности квантовых компьютеров уходит на исправление ошибок и лишь 1% остается для решения задач. Именно из-за такого особенного мышления она может телепортироваться, она видит время одновременно в прошлом, настоящем и будущем и именно в этом ее сила. Но Вселенная гармонична и именно в силе заложена слабость и в слабости сила. Подумайте об этом. и в этом ключе соответственно нужно бить самое слабое звено в эту природу мышления. Уничтожив сознание на квантовом уровне мы победим. В смысле вы должны изолировать эту систему от всей своей среды, потому что если она взаимодействует с окружающей средой, квантово-механическая странность стирается и это проблема с квантовым компьютером. Более того, мы уже победили, просто процессы инерционные, масоны получают еще старые сигналы и сейчас по времени произошла сбивка этих сигналов. Они одновременно пытаются исполнить последний ее сигнал, это муравейнику замереть, предпоследний, уничтожить просыпающихся, устроить бунт, чтобы сохранить власть, предпоследний по чипированию, но все это заложено, это после не значит следствие. Она это заложила, допустим, чипирование в 1925-1930 год. А это пошло сейчас, потому что больше сигналов нет от этой твари. Она уничтожена. Нужно убедиться, что она физически уничтожена, слетать и разнести в пыль корабль-матку. Я уверен, мы это сделаем, но об этом позже, в разборе фильма «Игры Эндера», который для нее реален. Это то, что она увидела. Это то, что она спроецировала через один свой рой. Хороший рой, я к нему хорошо отношусь. Масонскую ложу, которая курирует эту студию в Голливуде. Она создала реальность. И поскольку действительно на одном уровне фильм и наша реальность со знанием общих людей одинаковы по весу, скажем так, одним, одним можно влиять на другое. Распад на самом деле тормозится под влиянием наблюдения. Простыми словами, это парадоксальное явление можно объяснить так. Микрочастица, которая не находится под наблюдением, имеет потенциал к распаду и находится в состоянии суперпозиции. В квантовой механике любое измерение или даже наблюдение создает возмущение измеряемой частицы. В момент, когда она пытается распадаться, наблюдение возвращает ее почти в исходное квантовое состояние, из которого она снова пытается распасться. Соответственно, раз одним можно влиять на другое, корректировать, можно понять, почему она так прессует нас вот этой виртуальной реальностью, вот этими фильмами голливудскими. Почему для нее это так важно? потому что она реально хочет, чтобы все подчинялось ее сознанию, все было связано. Именно поэтому она хочет подключить наш биокомпьютер, а у нас в голове свой уникальный квантовый компьютер, мы сами оружие. И этот квантовый компьютер, не только работающий при комнатной температуре, она хочет подключить к своему и подчинить нас. Она хочет дальше распространяться как вирус. Именно поэтому она хотела все наши реальности подчинить своим. И все наши миры в нашем сознании дальше. Она сама не может напрямую влиять на нашу вселенную. Она может влиять только через этот квантовый уровень, через телепатию, скажем так. Все масонские ложи ловят ее сигнал и выдают так, как видят. Попробуйте понять механизм нашей бывшей власти масонской называют сатанинской, это не сатанизм. Чуть позже я сделаю разборы многих-многих фильмов и ритуалов. Гатарский туннель, я объясню, почему она церном долбится через этот квантовый уровень, хочет идти в прошлое, найти выход, который закрыт ей и так далее и тому подобное. Все впереди, я просто сильно не успеваю. Сейчас поймите, все, что я делаю, я делаю осознанно и с целью. Результаты есть, смотрите. Сейчас нужно перехватить управление людьми, потому что то, что будет транслировать власть, это абсолютная тупость. В чем заключается перехват управления? Более того, без сознания роевого, без матки, их индивидуальные сознания, мягко говоря, пасуют. И их уже на некотором уровне не существует. То есть, мы будем видеть, грубо говоря, масона, он будет что-то говорить, а мы не будем ощущать. То есть, его уже нет для нас. Соответственно, вот этот вот чувак, который в дорогом костюме и часах, а это символ времени, это символ своих, время дорогое, самый великий ресурс для нее, поэтому часы, она имеет такую заоблачную цену, миллион долларов бывают. Это все тайные сигналы, в кавычках сигналы для своих. Вот они будут говорить, стреляй по людям, по голодным людям, в голодные бунты. Вот она это планирует сейчас. И, соответственно, нормальный человек не будет чувствовать. Пустое место не может отдавать приказ. Поэтому наша цель сейчас перехват управления, но перехват управления именно на квантовом уровне, что я и делаю. Администрация, город, области, ну, можно взять, давайте, республику, можно взять Россию целую, и администрация, значит, Кремль, так сказать, управляет. Что мы делаем? Мы берем, нависаем над этой схемой и оказываем информационное воздействие на субъект управления. Так что принимай решение и будь со мной, воин. Будь со мной. Добра. Смотрите канал. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.